Всем привет! С вами Бустарт. Наконец-то один из самых долгожданных для меня лично матчей. Крот против Пикуды. Биться насмерть будут два лучших друга, два товарища, два соплеменника, так сказать. Участники команды Фри Пойнт. В общем, я думаю, вы их все знаете. Отличные парни, обожаю их. Итого, по сетапу Крот-Балтика, развертывание через две кашемки синяя сторона ФОП, причем через две кашемки с Ми-17 уже небольшое преимущество. Гораздо более интересное развертывание у Пикуды. Во-первых, это Советский Союз, причем Советский Союз не тот, про который я вам рассказывал. Здесь больше идет уклон на транспорт, идет уклон на БМПхе, БМДхе и прочую фигню. Посмотрим, как это удастся реализовать в Пикуде. Также развертывание через ФОП в две кашемки, что интересно, у обоих пехотные сивишки. То есть, можно рандомить ураганом. Основное развертывание Крота идет полностью на Фокстрот. Пикуда же предпочитает расплетить свою армию на всем протяжении карты. Есть некоторая ударная группировка на Фокстроте. Но что-то мало как-то. Проблема Советского Союза. Все дорого, много выставить юнитов не получится. Минимально развертывание на Браво от Крота. Начинается бой. И здесь, несмотря на то, что спецназ ГРУ гораздо лучше, чем Якори, Якорей в два раза больше. Справиться с ними крайне сложно. При этом помогают вилки. У Крота сразу же истребитель финский на старте. Пикуда занял... Как даже, наверное, не занял, а получил возможность занять Дельту. Целый промежуток фронта охраняет всего лишь один отряд разведки. И, кстати говоря, это даже хорошо. Ми-17 и Тошка на позиции. ГРУшники погибают. Фокстрот занят Кротовым полностью. Теперь он может переключаться на Дельту и уже отыгрывать здесь. Учитывая слабость мотострелков, возможно, имеет смысл поставить Кэшемку на Фокстрот сразу же. Но это не точно. Пошла контратака. Крот разведывает ситуацию. Смотрит наличие... Смотрит состав отрядов Пикуды. Так, ну вот это спорное решение. Очень много юнитов вызвано сюда. Два ВДВшника, два жала, больше сотни очков. Не помню, сколько жала стоит. 30, что ли, поинтов. Ты уже проиграл эту позицию и пытаться здесь снова укрепиться. Это значит проиграть Дельту. Однако есть БМПТ. За счет БМПТ вполне возможно отыграться в плюс. Что еще хочется посмотреть? Прекрасная разведка. Она, конечно, ничего не увидит, но зато дешево. Еще один вариант. Взятие Ми-17 со СПГ-9 Д. Недорого, и мы получаем без откатчиков. Начался заход на Фокстрот. Расшатывает Пикуда своего оппонента. Своего даже не оппонента, а товарища лучшего друга. Якори слишком сильны. Вилки, тем временем, катаются между Дельтой и Фокстротом. Да. Так, ну и что сейчас нужно сделать на мой вкус? Вытащить побольше вилок Кроту. Возможно, вытащить Тварди, Мим-Мод. И начать спамить якорями. Чистая пехота с БМПТ все равно справиться не сможет. Нужны обязательно танки. Но Пикуда также должен отвечать танками. Мотострелки даже под прикрытием ВДВшников с бесконечным спамом Балтики не справятся в жизни. Первый БМПТ погибает. Вилки выходят во фланг. Четыре танка против нуля. Подъезжает Т-64 БВ поздновато. И не факт, что он сможет справиться с четырьмя танками. Даже более слабыми. Снова Пикуда такое другое направление. Предпочитает он тактику расшатывания. И снова Советский Союз не предназначен для расшатывания. Слишком дорогие юниты. На этой разнице Крот уже выкатывает целую СВ-шку за 130. Пошла новая атака на Фокстроте. Но здесь есть Пион ПСВ. Здесь две КТ-хи. Плюс Ми-17 подъезжает на помощь. Вот грушников уже нет. Снова столкновение на центре. Играет от спама красный игрок. Не хватает только Тура где-то в районе вилок и разведки, чтобы светить А-64, светить А-Су. И казалось бы, в такой ситуации имеет смысл красной стороны поставить КШМ, получить как можно больше поинтов. Но все очки уходят в армию. Очень дорогие юниты. Хорошо, хорошо, хорошо. Заходит Пикуда на Фокстрот. Так. Ураган с красной стороны. С синей стороны. Уже два... Ха-ха-ха-ха. Уже два урагана. Опять же, это разница в цене юнитов. БВ сражается с вилками. Одна вилка погибает, но БВ стоит дороже. К тому же, вилки еще и лычкованы с третьей... Лычкой. Так-так-так-так-так. БМПТ- минус. ВДВшники уже не справятся. Вынуждены не отступать. И не могут реализовать гранатомет из-за этого. Хороший ураган. Просто блестящий. Крот заранее отвел вилки, но не все успели уехать. А вот планкирующая позиция от Крота. Мотострелки просто не доезжают. Еще один залп урагана. Здесь Крот забирает Фокстрот обратно. Вилки ранены, вилки отступают. Но якори-то практически бесплатные. Всего 15 очков за отряд. Их можно вызывать бесконечно. Лишь бы хватило юнитов. Еще один ураган. Выкатывается КШМ-ка. Это имело смысл сделать гораздо раньше. Ну, в чем логика? Скорее всего, ты здесь не сможешь удержаться. Тебя отхватили фланг. Тебе сейчас будут заходить, стрелять в борт. Возможно, будут убивать подкрепление. И КШМ-ка здесь долго не выстоит. Поэтому нужно как можно раньше собирать поинты. Накапливать их. Ну, либо менять направление удара. Настоящее побоище. Однако вилки при поддержке якорей слишком сильны. Погибает еще одна БВ-ха, уже вторая. Вилки постоянно раненые. Но есть, опять же, на сэкономленные поинты грузовики снабжения. ВДВшники вызываются за 40. Мотострелки, дай бог памяти, за 35. А якори стоят 15. Тут два пехотинца, там два пехотинца. Но при этом у Кротая в дополнение идет вилка, которая погибает от ВДВ. Пионы ПСВ и снабжение. Выживают разведчики. Новая волна мотострелков. Уже без гранатометов. И даже пионы ПСВ с ними легко справятся. Ну, три-то восьмидесятки, опять же, поздновато. На более ранней стадии они могли спасти ситуацию. Вместо БВ-х биться в ближнем бою в лесу. А здесь уже есть гранатометчики профильные. И снова расшатывает Пикуда. Но он не столько расшатывает противника, сколько расшатывает себя. Ему не хватает... С одной стороны, очков, чтобы собрать эффективную группу. С другой стороны, не хватает эффективности групп. Собираем их на те поинты, которые он вкладывает. Не забываем, что Балтика это все-таки имба. С ней воевать крайне-крайне сложно. И пытаться играть в Балтику, не Балтикой, против Балтики. Обожают автологии. Это заведомо проигрышная идея. Чтобы отыграть качественно в Советский Союз, нельзя терять юнитов. Нельзя терять поинты. А все размены, они в плюс сугубо Балтики. Еще три Т-80, еще Т-64 БВ. Вызваны они, конечно же, своевременно и правильно. Чтобы не позволить Кроту выйти на оперативный простор. Но у Крота плюс один. Фокстрот занят. На Браво Кашемко стоит. Еще и Ураганы работают по командному отделению Советский Союз. С Пикуды. Чуть не доигрывает вилка Микрот. Не знаю почему. Боится, либо не хватает микроконтроля. Можно было уже забирать эти 80-ки. Ну и началась последняя атака, в которой Пикуда отдает все. И соотношение поинтов. Патч практически 3 к 1. 2 с половиной. Ладно, пойдемте смотреть дальше. Первая игра была несомненным Дэквином. А вот во второй игре оба игрока взяли зеркальную фракцию. Еврокорпус. Наконец-то мы сможем посмотреть, кто в действительности сильнее. Без скидки на... фракции. Понимает Пикуда, что здесь будет сразу же спам АМХов. Ну, у него тоже точно такой же спам. Оба игрока открываются в кэшемке, фоб. Большое количество колесных танков. И такой бой может решиться очень-очень быстро. Все АМХы погибнут с одной стороны, с другой стороны все АМХы останутся. И победят. Очень мне нравится Гротовская пехота. Один шассер. Будет Грот занимать, естественно, ключевые позиции. Никакой атаки. Позиционка. Так, а вот со стороны Пикуды много вабов, много легионов. Ну, как пара штук. То есть здесь будет атака. Сразу же делится Грот. Часть войск едет на Дельту Фокстрот. Часть войск располагается между Дельтой и Гольфом. На саму Дельту заход будет минимальный. Хорошо. Мистера любивает Пантеру. Пантера не срабатывает, не успевает законтролить Пикуда. Кстати, Пикуда красный. Я это не сказал. Приезжают АМХы. АМХы сражаются уже с Леклерком. Да. Вырвался вперед своей моторизованной группировкой Пикуда. Получил от Леклерка. И теперь уже... Хрен, что удастся сделать. Так, АМХ отгоняет Легионов. На одном хпе выживает. Погибает вертолет. Кассиопея залетает в тыл. Здесь тем временем полный фарш и пехота. Даже пусть резервистка и мистраль. Со стороны Кротак Кассиопея. Да, это защитная Кассиопея. Оказывается, подкрепление под обстрелом. Погибает ли Клерк? То ли он бортом выставился, то ли что. Нет. Перестрелял его Пикуда. Отлично, это шанс. Несмотря на проигранный старт битвы, Пикуда еще может вытащить. Очередной раз уже в 100 тысячной заостряю внимание на великолепной защите Чарли и Гольфа. Ни у кого ничего нет. Но Гольф с Чарли почему-то держится. Проходят Ледионы Красного. Занимают Дельту. Так, на этом фланге. Дефенс минимальный. Ну и что же будет делать Крот? А скорее всего делать будет он следующее. Он просто посидит в защите. Вытащит еще один Леклерк. И дождется ошибки от Пикуда. Леклерк катается вместо того, чтобы чиниться. Не стоит так делать. Эта ошибка прилетает в Писрайм. И ты остаешься без Леклерка. Хорошо. Начинается заезд в тыл. Понимает Пикуда, что спалился. Отличный размен. Убил весь воздух, не потеряв ничего. В этот момент у Пикуда должно быть бомбануло полностью. Он потерял два самолета. Не убил ни одного. При том, что у Крота не было ПВО. Всего лишь один ВБЛ Мистераль. На базе те времена погибает АМХ. И появляется Пахтайгер. У Пикуда два Кротоля. Один Мистераль. Он не должен Пахтайгера как-то серьезно влиять на эту ситуацию. Еще минус один. Боже. Вот я, по-моему, говорил где-то в одном из роликов, что ВБЛ Мистераль это хлам. Но здесь он опровергает данное утверждение. Он сбивает все. Уже в элитной максимальной лычке. Там с безумной точностью. Минус Пис Райен. Ладно. Кстати говоря, у Пикуды основная спам пехоты это резервисты. У Крота шассеры. Можно попытаться поиграть на этом. Вызывать больше спама. А нас сэкономленные поинты покупать либо еще Леклерк, либо Леопарды. И пытаться тащить. Два Мираж РДА. Так, подождите. Один погиб. Получает... Нет, КВСка погибла. То есть две карты истребителей. И у того и у другого игрока есть Миражи. Минус Пах Тайгер. Отлично. Ну и Крот заперт на базе. Все, что остается сделать Пикуде, вытащить массу спама, добавить еще танчик и разбить Крота. Либо же он может парировать... Развить, простите, развить свой успех через Кэшемки. Очень много он вложил поинтов в воздух. Очень много по земле юнитов, и все равно его больше. У нас здесь два Леклерка. Не знаю, насколько это правильное решение. Здесь много легионов. Есть свой Леклерк. Я бы подозревал на месте Крота, что Птуры сидят в этом домике. Уже сидят. Погибает, наконец-то, мистраль, сбивший весь воздух красного. Я бы побоялся вытащить Леклерки. Два четвертые. Были бы хороши. Так, занимается дом. Падает Пантера. Хорошо размещена разведка. Все видит Крот. Продолжается атака. Не хватает немного подспама. Здесь, тем временем, Пикуда не может всей армией выбить одного команды Марина. Такое бы порой случается. Ну, и если ты также будешь продолжать сидеть на одном Леклерке, будешь только вызывать дополнительных юнитов и постоянно их сливать, не получится создать преимущество с красной стороны. Подъезжают легионы с целью убить Леклерк, занять дома. Хороший дым. Синие Леклерки не видят красного. Снова очередной раз повторяется одна и та же ситуация на этой карте. Это уже было на данном турнире и повторяется опять. Игрок, выигравший развертывание, растягивается на всю ширину фронта. Здесь юниты, там юниты, сям юниты. А обороняющийся атакуют в одном месте, за счет чего получают преимущество. Юнита в синей стороне гораздо больше именно в месте основного удара. Не хватает Роланда в кроту, кстати говоря. Хотя бы одного. Так, выбитые АМХы. Команда Спара заходит во фланг. Команда Марины. Два человека остались. Перебили здесь целую армию красного игрока. И еще и выжили до сих пор. Пис Райан попадает одним снарядом в Леклерк. И Леклерк уходит. Хорошо. Защита от проездов уже есть у крота. Хотя и с запозданием. Выставляется Сивишка. И вот опять же, вроде бы Сивишку ставить это очень правильно в данный момент. Но по совокупности произошедшего так, ладно, отставить. Погиб Леклерк, поймал в борт гранату. С таким преимуществом в синей стороне имело смысл просто давить на респ без КШМки. Погиб Леклерк, однако, и на этих планах можно поставить крест. КШМка, да, действительно, сыгралась, оказалась гораздо более сейфовым и правильным выбором. Погибает Сивишка синего игрока. Ну и в принципе-то еще далеко не все потеряно. Можно вытаскивать ПВО, вытаскивать мясо, спам, резервистов и пытаться возвращать территорию обратно. Если в начале атаки крота, а он атаковал всей массой в одну точку, а пикуда был растянут, то теперь ситуация прямо противоположная. Теперь крот растянут, а пикуда имеет возможность атаковать в одном направлении. Даже несмотря на то, что его вроде как меньше. Не хочет чиниться Олег Леклерк. Пикуда по этому поводу очень нервничает. Несколько рискует ставить крот Кашемку на Чарли, который никак не законтролен. Времени прошло много, уже может сидеть огромное количество пехоты вот в этих лесах. по артии ЛРМ у синего игрока ничего у красного. Рандомик и Шемки грот. и уже плюс два. Залетает арта в наступающие отряды, сбивает и мораль, сбивает скорость. Начинается атака, но один Леклерк не готов к бою. Он находится вне позиции, подраненный, в панике. И перспективы не такие уж радужные. То есть тут Леклерк, там Леклерк. Да. По факту, что получилось? Стандартная ситуация на этой карте. Пришел, выиграл развертывание, потом растянулся и получил мощную контратаку по одному направлению. Ну что ж, неплохо. А у нас Пикуда тем временем сваливается в Лузер Брекет, где будет проходить дальше. По поводу турнира, по поводу записей, я не буду записывать все матчи Лузер Брекета. Там их очень много игр. Возможно, некоторые, возможно, не одной. Смотреть будем только верхнюю сетку. Ну, и так, по-моему, случилось, что количество игроков не позволило набрать нормальные группы на первом раунде. Поэтому делаются добавочные матчи, добавочные слоты во втором раунде. Это игра уже второго раунда. Пикуда прошел первый и там на него внезапно, как снег на голову, свалился крот. к сожалению, для Пикуда. Ну, а мы дальше будем смотреть за кротом, болеть за него и так далее, и тому подобное. На этом все. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры создавал DimaTorzok